Привет и намасы, друзья. Всем привет. Вы снова на канале Вкусная Индия. И с вами Ирина. И я Амель. И ребята, угадайте, где мы. Мы сегодня приехали в одно из самых популярных мест среди ютуберов, среди блогеров. И это место называется Пахарганч или же Мейн Базар. Честно говоря, мы никогда здесь не были. Мы не знаем, почему это место так популярно среди всех туристов и почему все останавливаются именно тут. Но мы сейчас все посмотрим своими глазами, все узнаем и обязательно поделимся с вами. История этого места уходит своими корнями в далекое прошлое. Где-то 400 лет назад, когда в Индии было правление великих моголов, а точнее правителем был Шах-Джахан. Человек, который приказал построить Тадж-Махал для своей любимой. На тот момент все рынки для королевских особ были только при дворце, только при крепости, в которых они жили. И этот рынок раньше назывался Шах-Джанч. То есть это рынок для королевских особ. Это был первый рынок, который был построен вне крепости. Это был первый рынок, который был построен за городом, за резиденцией короля. И с тех времен эта улица кипит, бурлит. Здесь продают все, что угодно. И до сих пор, уже 400 лет, это до сих пор является рынком. Но сейчас переименовали его в Пахаргань, что означает рынок, который находится, место, которое окружено горами. Хотя гор-то здесь никаких нет. Если вы обратите внимание, даже архитектура некоторых зданий до сих пор дает нам понять, что мы находимся в историческом месте, в месте, где правили великие моголы. Какой красивый балкон! На этом рынке вы можете купить все, что угодно, начиная от одежды и заканчивая различными аксессуарами и сувенирами. И, как говорят, этот рынок достаточно дешевый, даже дешевле некоторых рынков в Дели. На каждом углу вы можете купить как традиционную одежду, так и различные сумки и рюкзаки. А это для любителей музыки. Здесь продают музыкальные инструменты. Ребята, мне очень нравится играть на гитаре. И в этом магазине вы найдете все музыкальные инструменты. Посмотрите, тут есть барабан. Я не знаю, как играть. Может быть, там. Может быть, да, как здесь. Я не знаю, как играть этот инструмент. Тут есть гитара и другой инструмент. Привет, uncle. Тут есть эти стучки. А это что такое? Может быть, в храме они... О, я никогда не видела этот музыкальный инструмент. Да. В храме это бамбур. А что это такое? Это как большая флейта. Большая флейта? Да. Вот так, да. Да. О, какая маленькая она. Это индийский инструмент. Называется ситар. То есть, это как маленькая гитара, да? И это тоже. Только одну стройку она... Как она называется? Не знаю. Это тоже индийский инструмент? Да, это тоже индийский. Да. О, вот это звук. Да. Хороший звук. Тут есть весь музыкальный инструмент. Это тоже музыкальный инструмент? Я не знаю, как играть это. О, это ситары, да? Да, это индийский ситары. Какая большая. Ты умеешь играть на ситаре? Я не знаю, потому что тут есть много струн. Много струн? Да. Ситар, внизу маленькие-маленькие. О, красивая, да? Нам сказали, что начальная цена ситары 20 тысяч рупий. Вот так вот. И здесь вот эти волшебные чаши, которые заряжают вас энергией. Вышли из магазина. Сегодня ужасная влажность. У нас ночью прошелся небольшой дождик. И сейчас с нас льется пот в триграда. А здесь такая музыка ветра и различные индийские подвески. Можно сказать сувенирчики. То есть не только индийские, но здесь как китайско-буддистко-индийские различные сувениры. Вот такие слоники, подвесочки идут. Вот уже побольше. Это все вручную сделаны, все слоники. Вот это вот из папье-маше. Это деревянные слоники. Это индийские маски. А что они обозначают, я вам не скажу. Эти маски вешаются на доме, перед входом в дом, от сглаза, от всех плохих людей, чтобы вам никакое зло не причинили. Они все сделаны из дерева. Если вы не планируете, допустим, куда-то ехать, смотреть Тадж-Махал или еще что-то, но хотите привезти сувениры, здесь очень много сувениров, сделанных из мрамора. Мраморные слоники, которые пустотелые внутри. Это все сделано вручную. Вот побольше уже слоники. Такое 700 рупий. За такого слоника вы отдадите 700 рупий. And the smaller one? The smallest? The smallest. 150 рупий за маленького слоника. Но он маленький, вот совсем маленький. Вот. За такого слоника 150 рупий. А побольше уже вот такие за 500 и 700. А сколько такой слоник стоит? 50 рупий. 50? Ну, ответьте, друзья, хотите сувениры вашим друзьям, вашим знакомым привезти, можете за 50 рупий купить таких слоников. Достаточно дешево. Вот и сколько много. Маленькие все в ряд стоят. Здесь также можно купить лампу Алладина. Загадай желание. Make a wish. Загадай желание. Джин оттуда. Сейчас джин выйдет оттуда, да? Загадал все? Джин, джин. Вышел? У-у-у-у. Хорошо. А вот это стоимость этого типа лампы? Это 800 рупий. А это что? Блокнот. Кожаный блокнот. Это сделано из кожи верблюда с камнем. И это все вручную сделано. Это хендмейд. Это бумага и полностью блокнот сделан вручную. Ну и какой цель этого стоит? 250. 250 рупий. То есть вот такие... Не дорого. Да, не дорого. Нам вот продавец говорит, что можно все купить, можно... Скидки делаете, да, если приходят туристы? А это что? Новый айтем. И вот этот рынок не очень большой, как Чанничок. И только одна улица. Да, торговый, где все продают, да? Да. По бокам дороги. Ну, можно посмотреть, прийти, в принципе, улица длинная. Здесь также можно купить индийскую такую одежду традиционную. Ну, даже не традиционную, а выполненную из хлопка. Штанишки различные. Это все хлопковая одежда. В основном такую одежду носят бэкпекеры, я могу сказать. Но она комфортная, удобная, потому что вам не жарко, если даже вспотеете, ничего видно не будет. Такие вот разнообразные юбки. Но это уже не хлопок. Юбки красивые, но это не хлопковые. Это вот тоже сарафан, не хлопок. А здесь висят различные юбки. Это вот как раз-таки они на резинке все. Юбки, штаны, это хлопок. Легко, к телу приятно. Здесь можно найти на любой цвет и вкус. Посмотрите, как все ярко. На таком восточном базаре сразу оказались мы с вами. Продавец нам сказал, что все юбки здесь продаются за 250 рупий. Ребята, для вас тут очень удобно, потому что все продавцы говорят русский язык. На самом деле я не ожидала, что здесь каждый второй продавец знает русский. Но они прекрасно разъясняются. Они могут сказать вам, из чего сделано, сколько стоит. Так что не переживайте. Если вдруг вы попадете на этот рынок, вы сможете купить себе абсолютно все, что нужно с помощью продавцов даже. Так что у вас здесь языкового барьера точно не будет. Посмотрите, как старина уживается вместе с современностью. Одно здание в таком старом полуразрушенном состоянии, а второе сверкающие стекла гостиницы. Вот так вот. А здесь магазин с традиционными сумками. Если вам нравится что-то более такое этническое, вы можете найти здесь для себя это тканевые сумочки. Они тоже любых расцветок и на любой вкус. Так что здесь вы можете найти... Они и даже размеров разных. Здесь прям рай для тех, кто любит этнические вещи. Очень красивые сослонникам. Вот это вот прям вау сумка. Красивая. Когда вот приходишь в такие места, смотришь, кажется, что все такое яркое, красивое. Даже покрывало в индийском стиле. Тоненькие такие. Это все хлопок. По ощущению, все хлопок. А вот мы в Джайпуре смотрели, когда ходили по достопримечательностям. Нам предлагали зонтики. Здесь тоже продаются такие же зонтики. Тканевые. Чтобы защищаться от яркого солнца. А это покрывало все сделано вручную. Полностью ручная работа, этническая. Из лоскутков сшито. А вот это вот, как бедшит или что? Молодой человек сказал нам, что это в основном идет как украшение, либо же как скатерть на стол. Но вы можете хоть для чего использовать. Вот такая вот скатерть стоит 850 рупий. Но я думаю, что здесь торговаться тоже можно. Вот они различных цветов. Все из лоскутков. Все ручная работа. И причем, обратите внимание, здесь нитка вот так вот сложена в несколько раз и прошита. Очень необычная. Я такие никогда еще не видела. Ну, а здесь вот сумки, сумки, сумки. Райт для сумок. Для тех, кто любит этнические сумки. И маленькие. 120 рупий стоит. И большие? Как с эллифантами. Этот тип. Этот тип. Ага, 450 вот за такую сумку. Это все сделано вручную, но зависит от дизайна. Вот эта вот сумочка. 400, ты сказал? Да, 450 за такую. А за такую 200 рупий. Потому что различные узоры, различный дизайн и времени, потраченное на работу, тоже разное. А здесь, в этом магазине, продают различные украшения. Индийские, различные бусы, серьги, этнические и современные. Различные. What is the cost of this earrings? За такие серьги этнические, 40 рупий всего. Так что, друзья, можете покупать здесь на любой вкус и цвет. с авиата. Очень интересные украшения, конечно. Здесь, если покупать, то глаза все разбегаются, потому что очень много различных дизайнов, различных стилей. И современные, и индийские, и различные еще какие-то стили необычные. Это прям такой этно-стайл. Красиво смотрится. What is the cost of this type of necklace? 200. 200 рупий за такие бусы. Смотрится очень стильно. Мне вот эти вот прям очень нравятся. Магазин очень большой. Если вы хотите, вы прям здесь можете утонуть на несколько часов. Прийти и покупать, выбирать, что вашим глазам больше нравится. Вот симпатичные серьги. Это прям индийский стиль такой. Мне такой стиль очень нравится, но я предпочитаю, конечно, в серебре. А это, посмотрите, какая красота. Эти серьги очень красивые. 150 рупий за такие серьги. Такие мне очень нравятся. Они смотрятся красиво и элегантно в то же время. Хотя немножко такой индийский дизайн в них тоже присутствует. Но да, я все же предпочитаю в серебре, поэтому если вижу что-то такое похожее в серебре, то покупаю его. Это тоже сделано под натуральный камень, но, друзья, это не камни. Это все бижутерия ни из золота, ни из серебра, ни из натуральных камней. Так что поэтому и цена такая обусловленная. Буквально за копейки можете все купить. О, вот еще браслеты забыла вам показать. Посмотрите, какие красивые браслеты. Все очень элегантно. Такой стиль мне нравится. А вот как вам такой голубой? Красиво. What is the cost of this? 200. Браслетики тоже все за 200 рупий. Это 200 рупий, это тоже. Выбор, друзья, большой. Так что приходите, наслаждайтесь шопингом. Здесь все за один раз не показать. Вон их сколько браслетов различных. Выбирайте, все на ваш вкус и цвет. Ребята, здесь продают разные вещи. Что вы хотите, вы можете купить сюда. Да, здесь на самом деле большой выбор. На любой вкус, на любой цвет. Ну, как и обычный рынок. Но примечательно то, что этот рынок более специализирован именно на туристов. Поэтому вам далеко ходить не нужно. Здесь можно купить традиционную этническую одежду. Различные костюмы, хлопковые вещи, сувениры. То есть все, что туристы любят покупать в разных штатах, в разных регионах Индии. И привозить с собой на подарки для себя, как память, как сувениры из Индии. Так что один раз пришли, закупились и свободно от шопинга для своих друзей, близких и даже для себя. А будете потом ходить по другим местам, смотреть только достопримечательности в магазин и заглядывать уже не нужно будет. Так что все, все, все можно купить в одном месте, которое называется Мейн Базар на Пахаргандже. Сейчас очень влажно на улице, очень жарко, наверное, поэтому улицы не переполнены людьми. И плюс абсолютно нет туристов, а это все же более туристическая зона. Так вот, видите, улицы почти что пустые. Ну, ездят туда-сюда машины различные, авторикшен, но людей нет. Да, рынок на Сароджи не похож. Вот индийские такие штаны и курты за 150 рупий. Юбки тоже за 150 рупий. Вот. Здесь тоже различную одежду продают. Здесь вот мужские рубашки и различные футболки есть. Excuse me? Спит мальчик. Молодой человек на работе отдыхает. Нужно работать, а он спит. Ну, ладно, не будем его отвлекать. Здесь магазин и для девочек, и для мальчиков можно купить. Эти все футболки за 150 рупий продаются. Без рукавов футболки 150, а с рукавами стоит 250. Так что молодым людям тоже можно здесь найти для себя одежду. А, там и цена написана 250 рупий. Также есть трико различные, штаны спортивные. Ребята, здесь очень много недорогих кафе. Ну, на самом деле мы не знаем ни стоимости, ни что они предлагают, потому что в этом районе нет сетевых ресторанов и кафешек. За качество мы не можем пока что отвечать. Но, что интересно, это то, что все эти кафешки имеют специализированную кухню. Здесь есть и израильская, и континентальная, даже непальская. Так что мы тоже посмотрим. Может быть, будет вкусно? В этом кафе нет кондиционеров, только вентиляторы работают, потому что оно находится на террасе. И здесь полностью открытая территория. Продолжение следует... Нам принесли меню. Написано, что The Exotic Cruft Oppression, но, на мой взгляд, это далеко не ресторан. Как ты думаешь, это ресторан или что? Кафе. Конечно, это кафе. Конечно, если посмотреть цены, то цены тут не особо дешевые. Но, как и везде, наверное, как и в любом обычном кафе в центре города или вот в нашем южном Дели, сэндвичи стоят 120-180-200 рупий. Зависит от того, какой это сэндвич. Средняя цена блюд где-то 200 рупий. Если, конечно, это мясные блюда, либо же еще какие-то рыбные, то они уже подороже. 500-600 рупий, 400 рупий. Все зависит от того, что вы хотите. Ну, мы тоже что-нибудь сейчас закажем, посмотрим, как здесь готовят. Ребята, мы провели не сколько кафе, и потом мы решили сидеть тут, потому что это не грязное кафе. И я не знаю об блюдах, но я только заказал лапча. Мы проверим, насколько вкусно приготовлено, вообще стоит ли приходить в эти кафешки, так как люди едят, и туристы едят в таких местах. Так что мы тоже испробуем это на себе, покажем вам, что нам принесут. На английском это называется noodles, то есть это китайская, индо-китайская кухня. Посмотрим, насколько будет это вкусное блюдо. Ребята, я не знаю, почему много туристов или русских туристов приезжают сюда, и все блогеры тоже идут туда, и покажите весь рынок, потому что тут ничего не красивого. А я отвечу тебе на этот вопрос, потому что здесь, опять-таки, есть история за тем, почему это место настолько популярно среди туристов и среди блогеров. Здесь изначально были достаточно дешевые гостиницы, достаточно дешевые, бюджетные, можно сказать, кафе. Можно было купить различные вещи. И для хиппи, ну а сейчас и хиппи, и хипстеры, это был как рай, потому что здесь они могли оставаться долгое время, могли питаться, проживать, и покупать себе очень дешевые вещи. Из-за этого в начале 70-х здесь произошел наплыв этих хиппи, и это место стало популярным среди таких людей. Ребята, в Индии это место плохая популярность, потому что здесь много криминальных активов. На самом деле, с приходом хиппи сюда пришли не только счастье и свобода, но также сюда пришли наркотики, проституция и больше криминала, что и сейчас остается очень актуальным, поэтому мы не советуем туристам, особенно девушкам, останавливаться в этом районе. И, конечно, когда сюда приезжают туристы, у них возникает небольшое заблуждение. О, это же почти что центр города, всего 2 километра от Канод Плейса, так что здесь достопримечательности, наверное, недалеко. Но мы считаем, что это заблуждение, потому что достопримечательности разбросаны по всем частям города. И можно сейчас доехать абсолютно на любом транспорте, даже на такси, что недорого, но лучше выбрать более безопасный район. Можно выбрать район, допустим, в Южном Дели, либо же в другой части центрального Дели, где гостиницы будут современные, красивые, уютные, где будет там хороший сервис. И самое главное, там будет безопасно. Ребята, мы советуем брать гостиницу в Пахарганч. Да, лучше возьмите какую-то проверенную хорошую гостиницу в другой части города, а сюда приходите как турист, смотрите все, отдыхайте, делайте покупки, сувениры какие-то, и обратно езжайте в свою гостиницу, потому что на такси можно доехать в любую часть города без проблем. Ребята, нам принесли лапшу, мы ждали 40 минут за только один лапш. Выглядит неплохо, но, конечно, я не знаю, что они так долго готовили. 40 минут, чтобы приготовить одно блюдо, это прям целая вечность прошла. Попробуем сейчас, насколько это вкусно. Давай. Чистота форк. Да, там, кстати, есть трапина, можно руки помыть даже. Да. И лапша немножко. Давай, приятного аппетита. Ну что, как, вкусно, нет? Нормально. Не очень вкусно, нормально, только нормальная лапша. Ну так обычная, да? А ты советуешь здесь есть в этих кафе что-то? Мне нравится, я не буду советовать. Ребята, лапша, мне не нравится. Это первое холодное и второе невкусно. На самом деле мне тоже не понравилось. Честно говоря, я не понимаю, почему все туристы иностранные, почему блогеры так расхваливают это место, почему они именно так прям навязчиво рассказывают только об этой части Дели. Я вам скажу прям вот с чистым сердцем, что в Дели, вот в южной части Дели, в центральном Дели, за цену в 200 рупий вы можете купить любое блюдо в нормальном ресторанчике, в нормальном кафе, которое будет вкусное, которое будет на самом деле гигиеничное, чистое. И кафешки будут достойные. А здесь, ну, мне не нравится. И я, честно говоря, вот до сих пор я не могу понять, что же тут такого, почему сюда приезжают туристы, почему так расхваливают, ну, или наоборот, не расхваливают именно эту часть. Поверьте, в Дели есть очень красивые места, которые вам стоит посетить. Здесь есть столько всего, что посмотреть. Ребята, если вам нравится наше сегодня видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Мы увидимся с вами очень скоро в новых выпусках. А на сегодня всем пока-пока.